всем привет дорогие друзья в эфире rain game studio сегодня мы с вами продолжаем работать с инвентарем и с окружением взаимодействия с предметами ящиками и прочь фигней чтоб далеко не ходить смотрим что у нас есть по нажатию на клавиши и все также открывается инвентарь берем пустой он не заполняется из хардкода что у нас есть у нас есть интерактивные объекты которыми можно просто повзаимодействовать первый подошел отреагировал собственно больше ничего не произошло можно зажать alt и будут подсвечены те объекты с которыми может в данный момент времени повзаимодействовать при наведении мышки и объекты обводятся аутлайном и внутри тех же самых ящиков или письменного стола есть предметы которые мы можем подбирать то есть вот у нас тут допустим кликаем они отсюда еще или открываем инвентарь он значит у нас тут есть можно нажать сразу взять все и получить соответственно все есть письменный стол в данном случае это тот же самый ящик сущность по крайней мере такая же да здесь как мясо у нас есть вот тоже можно взять вот а предмет на столе лежит тоже кусок мяса и есть кусок мяса в воздухе кусок мяса на столе соответственно просто подбираем он у нас добавляется разделилась потому что пять кусоков мяса максимум на одну ячейку и есть кусок мяса до которого не достать и и здесь происходит вот такая вот магия и как я это сделаю собственно на данный момент это пока все по функционалу но вот именно потому сколько тут было написано сейчас будем смотреть ну сразу после как обычно неожиданной заставки первую очередь я конечно все это дело перенес на базу данных это кейлайт здесь на данный момент времени есть табличка с персонажами с сундуками и непосредственно с айтемами то есть с предметами то есть если посмотреть у нас сундуков занесено в базу буквально две штуки это как раз наш ящик и письменный стол предметы которые вообще существуют в игре да это пустая бутылка свиток и кусок мяса здесь у нас указывается ссылочки на адреса был ассеты иконок и моделек для того чтобы создавать инстансы моделек короче или для того чтобы в интерфейсе рисовать эти предметы description пока никак не используется потом будет поп-ап какой-то любит ул тип что-то будет здесь технические характеристики до тип и максимальное количество в одной ячейке здесь столбец additional properties он подразумевает что здесь в зависимости от типа будет храниться с реализованном варианте какие-то характеристики предмета то есть если это зелье то что она делает там убивают или лечит допустим если это магический свиток то соответственно ссылочка на то какое заклинание этот цвет должен активизировать и так далее то есть это пока только в задумке возможно от этого я избавлюсь собственно ящики сундуки тоже представляет из себя просто набор ссылочек и внутри контента есть как раз таки реализованное содержимое в виде просто джейсон ки которая говорит какой предмет в каком количестве лежит или сейчас вот и все дальше мы просто грубо говоря коде все это безобразие получаем я тут навел небольшой порядок а теперь коллекция инвентарей inventory item состоит из вот таких вот маленьких объектов то есть здесь только ссылка количество и максимальное количество хранится то есть в памяти у персонажа будет лежать только минимальное количество информации о том что у него в карманах уже при отображении будет загружаться полная информация для собственно интерфейса есть если мы сюда зайдем сейчас посмотрим допустим вот инвентарь до инвентаре юай там пам-пам и вот здесь уже есть инвентаре юай айтем он уже себе содержит как раз таки всю и нужную информацию то есть здесь казалось бы ни черта нет да но нет на самом деле вот он наследуется от класса айтема тот самый который в прошлый раз показывал тоже содержит в себе развернутую информацию и в качестве дополнительного поля здесь еще добавляется то что он является товаром опять таки это все еще пока никак не используется и каун тоже так как нам не нужно хранить информацию о количестве в сущности самого предмета нужно хранить информацию о количестве непосредственно там где его может быть разное количество соответственно это вынесено в дочерний класс и здесь мы при инициализации данного платочной при его активизации получаем инвентарь текущего персонажа и дальше идем по тому же алгоритму что был в прошлый раз за одним исключением теперь нам нужно получать информацию об айтемов перед перед их отображением и для этого я сделал небольшой классец инвентарь и сервис который при инициализации просто считывает всю табличку айтемов памяти из базы данных а потом уже по идишнику возвращаем лет на дело пока у меня три предмета это идеальный вариант тогда мне будет 3000 тогда уже будет хуже и наверное надо будет просто чтобы при каждом необходимом случае происходило именно запросу базу а то что уже запрошено то кэшировалась но это на этап улучшайзинга здесь все то же самое сорт байта клоус то есть тут с точки зрения отображения ничего не изменилось что появилось нового появились сундуки сундуки по факту являются тем же инвентарем то есть вот у нас есть значит айтем рф здесь выбрано что это бокс аутлайн я ссылочку в описании оставлю это какой-то бесплатный шейдер очень простой но при этом достаточно стабильно работающий по крайней мере мне показалось и появился вот скриптец бокс инфо этот скриптец содержит себе ту же самую базовую информацию что и в базе данных то есть закрыт не закрыт может быть вскрыт если чего какой ключ айтишник ключа который требуется но помимо прочего здесь есть еще и точно также информация о предметах которые хранятся в нем то есть коллекция объектов которые получаются из тех самых сериализованных данных из базы соответственно мы по айтишнику самого себя у сундука запрашиваем из базы информацию о сундуке потом здесь реализуем контент превращая его в коллекцию собственно айтемов и при отображении в инвентаре происходит все ровно то же самое там по факту тупо дублирование кода можно сказать то есть когда отображается сундук ему просто передается экземпляр вот к этой коллекции и он уже ее рисует отличие в том что при клике на ячейке там происходит некий действие да вот нас нас часть юай и здесь когда создаются те самые ячейки с отображением предметов нас том числе эти ячейки являются кнопками и до кнопки добавляется обработчик вот значит у нас здесь происходит загрузка информации то есть мы берем ячейку отрисовываем текст все то же самое если больше единицы если нет игнорируем а вот дальше вот у нас есть кнопочка и мы ей добавляем обработчик клика который собственно в котором вызываем метод взять который говорит то есть мы берем инвентарь который точно также подгружается от текущего персонажа и вызываем у него метод добавить в инвентарь передаем айдишник и количество сколько надо добавить после чего удаляем предмет из сундука и удаляем соответственно обработчик естественно какие здесь тонкие места в этом месте при добавлении может произойти так что нихера не добавилось инвентарь может прийти к выводу что там у него уже места в нем нет например складывать некуда из сундука при этом предмет пропадет можно это назвать игровой условностью сказать что так и задумано можно обозвать это багом и придумать как это решить я просто сделал так чтоб эту инвентарь и возвращал булевое значение и в случае если он вернул true соответственно удаляем если не вернул то просто игнорируем как будто ничего не произошло и есть метод take a mo который вызывается по нажатию на кнопку взять все он просто по циклу проходится и каждый предмет отдельно вот точно также пытается по отдельности добавить в инвентарь а потом закрывает сундук но инвентарь в смысле господи интерфейс сундука так дальше у нас есть значит сам объекты на которые персонаж может реагировать в нашем случае это вот такой прекрасный череп очень детализированный и что на нем висит на нем висит а этом инфо и выбран тип for reaction и дальше есть классе с который собственно содержит себе информацию как персонаж должен него отреагировать то есть есть да та самая фраза которую он скажет можно сделать сюда пол фраз и чтобы они выбирались рандомно например пока так и точно также ссылочка на аудио адреса был для подгрузки для произнесения которая используется в частности для того чтобы обозначить то что есть какое-то невозможное действие стырена и естественно из готики откуда же еще как как иначе информация об этом хранится на самом персонаже то есть здесь есть тот же самый reaction for object info и в нем хранится что он должен написать в субтитрах и ссылочка на то что он должен воспроизвести соответственно если в какой-то момент времени и как я это сделаю игра приходит к выводу что она не может этого сделать то соответственно и будет воспроизведена эта хигня как это сделано тут все максимально просто тупо вызывается на вэш и проверяется сможет ли персонаж вообще подойти к объекту с которым он взаимодействует и если нет то вот вызывается метод show impossible reaction уже здесь вопрос оптимальности всего этого безобразия достаточно открытый но это все сильно потом здесь мы постоянно отрисовываем субтитры над головой у персонажа есть у него для этого объектик я создал некая пустышка просто к ней привязывается субтитры в мировом пространстве чтобы на экране отображаться аналогично делается и со всеми интерактивными объектами типа ящиков или предметов там субтитры привязываются просто к их положению в пространстве субтитры создаются в момент старта сцены и каждый предмет о них знает вариант и пока не очень нравится я сделал но принципе плевать потому что этот сто процентов будет переделываться этот функционал пока что мне было важно сделать чтобы это вообще работало последнее это подсветка предметов все тут достаточно просто осуществляется нас отслеживается нажатие на клавишу и проверяется есть ли вообще хоть что-то уже в коллекции в которой нужно что-то отображать если нету то мы просто разбрасываем в радиусе от нашего персонажа сферу и смотрим кто в нее попался после этого получаем оттуда экземпляры компонентов item info и уже добавляем все это дело в коллекцию здесь еще установлена маска чтобы в оверлап сфер попадали только объекты с маской interactive object если же кнопка не нажата то проверяется если что-то в собственно этой самой коллекции и если есть то они все скрываются и прячутся то есть по факту эта хрень каждый кадр там отрабатывает нажата ли кнопка но только один раз разбрасывает сферу то есть если я буду держать кнопку зажата и при этом буду перемещаться так чтобы сфера вот это вот оверлап перемещалась вместе с персонажем новые объекты туда не попадут до тех пор пока игрок не отпустит клавишу не нажмет ее заново чтобы зачистить все вот это вот безобразие и заново его заполнить то есть сфера не кидается каждый кадр кидается только в том случае если в данный момент времени пусто теории если вдруг получится так что вокруг персонажа не будет ни одного интерактивного объекта то это вся хрень будет вызываться каждый кадр пока хоть один объект не появится но как бы тот же вопрос гейм-дизайну клавал дизайну если такая проблема возникнет будем ее решать уже по месту но вот наверное все в принципе я показал все что сделал за этот раз дальше у нас перемещение объектов следующем уроки будет почему уроки следующем видео это же не урок хера следующем видео будет перемещение объектов то есть у нас в оригинальной игре если вы помните можно было таскать ящики составлять их друг на друга и на этом даже задействована первая буквально механика что для того чтобы пройти в двери нужно отодвинуть ящик вот это мы и реализуем то есть мы собственно сделаем дверь чтобы через нее можно было проходить соответственно будет еще один тип интерактивного объекта с которым можно будет взаимодействовать и мы сделаем перемещение ящик как обычно исходники на бусте как обычно в описании все необходимые ссылочки ну и я предыдущие все выпуски выкладывал на бусте на пару дней раньше чем в открытый доступ на ютубе но честно говоря я не заметил чтобы это было хоть кому-то нужно поэтому даже не знаю этот этот конкретный выпуск выложу одновременно и здесь и там если вдруг вы подписаны на меня на бусте и вы считаете что это несправедливо можете мне об этом написать я исправлюсь к следующему разу а сейчас просто хочу показано сказать большое спасибо всем кто подписан всем кто поддерживает канал по традиции уже сложившийся в интернете отображу ники этих людей на экране и собственно все всем спасибо за просмотр увидимся в следующих выпусках спасибо за просмотр увидимся в следующих выпусках в следующих выпусках в следующих выпусках